Коллектив с самым что ни на есть культовым названием, оркестр Глена Миллера, прилетел на гастроли в Москву. Нужно, однако, заметить, что прибывший в Россию коллектив не единственный в мире, который носит имя Глена Миллера. Творческое наследие мастера эксплуатируется весьма интенсивно. Бывает, что оркестр дает по три концерта в день. Со времен Ласкового Мая такой график артисты называют чёсом. Может быть, поэтому прибывшие в Москву музыканты показались нашему корреспонденту Ольге Стрельцовой несколько уставшими. Разве можно с таким усталым лицом исполнять знаменитую сиренаду лунного света? Можно, если действительно устал. С таким графиком, как у европейского оркестра Глена Миллера, здоровье нужно, как у космонавта. В коллективе даже состав, как у футболистов, есть основной, есть запасные, те, что подхватят кларнет из руки солиста, выбавшего по уважительной причине. Мы в Москве уже два дня. Сегодня первый выходной за последнее время. Успели посмотреть Харам Христа Спасителя. И больше ничего пока. Бывают четыре концерта за два дня, бывают три концерта в день. В год около 160. Кстати, раньше было намного больше. А это руководитель оркестра, мультиинструменталист и строгий шеф, голландец Уилл Салден. Музыкантов с классическим образованием берет редко, требует умения импровизировать, свинговать. Сам же четко соблюдает в ходе гастролей правила своеобразного пакта, заключенного с другими оркестрами Глена Миллера. Три коллектива, американский, британский и европейский, словно дети лейтенанта Шмидта, поделили между собой карту мира. И успехами коллег мало интересуются. У каждого из трех оркестров Глена Миллера есть своя территория. И пересекать ее границы мы не можем. Такова строгая договоренность. Мы не бываем в Америке, нам и Европе достаточно. Особенно музыканты любят приезжать в Россию. Говорят, в Европе на них мало внимания обращают. А в Москве они сразу чувствуют себя звездами. Судя по реакции московской публики, ей по большому счету все равно, какой из оркестров Миллера приехал. Пока есть джаз, пока царит свинг, пока звучат мелодии из фильма «Серенады солнечной долины», люди будут посвящать им свои вечера. Ольга Стрельцова, Олег Лапшов, ТВ-центр, Москва.